Вот вы знаете, есть у меня любимая поговорка, звучит так Он наполовину идиот, и это лучшая его половина А еще, мне кажется, что именно она очень хорошо характеризует подавляющее большинство наших ответственных лиц Потому что, ну, невозможно иной раз найти здравое объяснение тем решениям, которые принимаются этими людьми И об этом прямо сейчас И снова на связи Ярославль Там в канун Нового года, 29 декабря, под бульдозер пустили почти 2 тонны свежих хороших фруктов Исключительную меру наказания для фруктов Ярославский Роспотребнадзор назначил по причине их неблагородного польского происхождения А дальше, как в той песне, светят прощальным светом яблоки на снегу Впрочем, это, наверное, было бы смешно, если бы не было так печально Мы ведь все помним фашистских отморозков, которые в 30-е и 40-е годы прошлого века уничтожали книги А мы сами сегодня чем занимаемся? Продукты уничтожаем? Да это минус карма, как минимум А это реальная журналистика и тема выпуска сегодня Зиг Хайль, Россия, поехали! Вы знаете, два года назад, когда Россия только ввела антисанкции Я соглашался, что подобные кардинальные меры были нужны Потому что, ну, не понимали ничего наши коммерсанты Продолжая тащить в страну санкционку И надо было им тогда показать Не хотите играть по правилам, будет вот так Но сейчас-то это зачем делать? Сегодняшние случаи проникновения санкционных продуктов на российский рынок единичны Зачем? Кстати, чтобы вы понимали, как данный акт вандализма выглядит Предлагаю на это посмотреть Честно, вот даже у меня, когда я впервые это увидел Ком к горлу подступил Настолько омерзительна эта картина Это даже не вандализм Я слова не могу правильного подобрать А представляете, сидит сейчас какая-нибудь бабка у телевизора И смотрит на все это Бабка, которая войну и голод пережила Которая Новый год нынешний с банкой кильки встречала И впервые за несколько месяцев позволила себе в честь праздника Положить на хлеб кусок дешевой колбасы И вот сидит она сейчас и видит, как уничтожают еду Неужели нельзя было провести какую-нибудь акцию благотворительную Совместно, скажем, с теми же ритейлами И просто раздать людям эти фрукты бесплатно Ведь многие и правду в новогоднюю ночь За полупустыми столами сидели не от хорошей жизни Нет Надо вот так вот по-скотски с этими яблоками поступить А по сути с людьми Посмотрите еще раз, как это выглядит При этом там же, в Ярославле, за несколько дней до того Как и местные предприниматели дюже сокрушались на каком-то там съезде Представителей малого и среднего бизнеса Что им крайне тяжело в сложившейся экономической обстановке Налаживать связи с зарубежными партнерами А чего удивляться-то? Кто с нами после этого работать захочет? Представляете, некий европейский фермер Выращивал эти яблоки Ухаживал за ними, душу в них вкладывал А его продукцию под трактор Да это элементарное неуважение к чужому труду Причем этот фермер, он не политик Лично он против нашей страны никаких санкций не вводил Не голосовал за них в Европарламенте Он обычный работяга Вот подумайте, каждый из вас Вам бы не обидно было, если бы к продукту вашего труда Отнеслись так же, растоптали ногами Так дикари только поступают Поэтому и смотрят там, в нашу сторону с опаской При этом российские СМИ продолжают врать Что виноваты в экономической войне Которая уже два года ведется между Россией и Западом Кто угодно, только не мы Мы вообще тут ни при чем Это на той стороне мерзавцы сидят И хотят, чтобы мы страдали Но недолго негодяям осталось горцевать Ведь даже в той же Европе у нас уже появилось Огромное количество сторонников Которые чуть ли не ультиматум тамошним властям готовы поставить Не снимите санкции России Мы вам покажем кузькину мать Мои коллеги из ВАТА ТВ Отобрали тому целый ряд доказательств Во Франции хотят отменить санкции против РФ И ввести их против Украины Немецкое экономическое лобби Выступает за отмену санкций против России Австрия выступает за отмену санкций против России А некоторые так вообще говорят А нам вообще надоело Все, все надоело, все, давайте отменяем Все США начали отменять санкции против России Ну что, вопрос, считай, решен уже Да, считай, победа Российское руководство там уже шампанского даже так заготовило Сидят, ждут Но, виду не подают Не подают, говорят, так, а что нам там Нам это вообще все как-то неинтересно даже Хочется отменять, так не хочет Блин, так что там, ну Канцлер Германии Ангела Меркель Выступая на итоговой пресс-конференции После завершения работы саммита Европейского Союза в Брюсселе Объяснила, почему Решение о пролонгации ограничительных мер В отношении Российской Федерации было принято быстро И без каких бы то ни было споров Быстро и без споров? Так, подождите А где же от эти все толпы друзей России Яки все, говорят, от санкций отменяем И там прям колонной маршировала И можно кто, кто это был вообще? Ну, по именам, конкретно, а? Знаю, что меня сейчас обвинят в сговоре с врагами Ребята ж из Украины Поэтому очевидно, что оговаривают Россию-матушку А я тут с ними дружбу вожу Значит, предатель как минимум Тогда предлагаю уйти от внешней экономики И переключиться на внутреннюю Может и правда Я тут вас в заблуждение ввожу А на самом деле Антисанкции только на пользу российскому предпринимателю пошли Нам ведь об этом неустанно говорят По телевизору Приглашаю вас в самое сердце страны В Москву, район Кунцево Здесь, возле одноименной железнодорожной станции Раскинулся замечательный торговый центр Аж в три этажа Давайте посмотрим, как там процветает малый бизнес А вот мы видим большой торговый центр Да, очень большой торговый центр И сейчас мы с вами, в общем-то, зайдем и выясним Насколько хорошо идут дела вот у такого вида бизнеса Да, у торговых центров Ну вот в частности, видите, там парковка Все как у людей внизу, подземная Да, вот, кстати, одинокая девушка идет Сейчас мы с вами пойдем посмотрим, как там обстоят дела Я аж заснять это решил Что, нет там? Нету Плохо Так, ну вот вы, в общем-то, видите, да То есть это вот второй магазин Два магазина на весь огромный первый этаж Вот, пожалуйста То есть тут можно снимать фильмы Там тысячи лет после ядерной войны Вот все что-то разбитое Вымерли все Вот мы сейчас с вами поедем на второй этаж А то мне скажут, что я что-то не понимаю 17 лет после ядерного вова, точно Видите, тут даже все перекрыто Потому что дальше просто ничего нет И это, между прочим, Москва Где при любом кризисе Но уж торговля-то чувствовала себя сносно Даже в 90-е А чего тогда говорить о регионах? Там ситуация еще более аховая Представляете, в каком мы шоколаде Если даже в столице мелким бизнесом Заниматься стало невыгодно А ведь все эти магазинчики Это налоги Это рабочие места Это товарообороты Бла-бла-бла И все это является составной частью Одного большого маховика Российской экономики Правда, вот так вот Выглядят сейчас шестеренки Этой самой нашей экономики Хочется спросить Ребят, мы на какие шиши, простите С колен подниматься собираемся За счет сказок Которые нам рассказывают по телевизору Или, может быть, клад найдем Ладно, мое дело вас просветить А выводы уж сами как-нибудь Это была реальная журналистика И сегодня вот так Подписывайтесь, кто еще не подписался Заходите ко мне в гости в соцсети По ссылкам в описании к видео Добавляйтесь в друзья И предлагайте тему к обсуждению Поднимем А я за сим спешу откланяться Думайте Все, пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok